Здоровья обожаю Ирина Тихонович, это Петр, я с вами только говорили Алло, слышно меня? Да Слышно, хорошо Мир вам! С миром Здоровья обожаю У нас все записывается, выставляется в интернет Вы не против? Не против Я слушаю вас, говорите Значит у меня 12 вопросов Первый вопрос так звучит Почему на голубя возлагается такая обязанность? Вещевателя Ну, может быть как-то я не так Ну, вот, почему-то на голубя, вот, везде его, как бы, ну, я знаю, вот Он и, ну, вроде как, ну, я даже не знаю, как сказать Вот, вещевателя, как бы, вот, он вещует, там, приносит что-то такое Ну, это не к человеку вопрос, к Богу Бог избрал голубицу Так и ездор говорит, все Тут и спрашивают не о чем Он избрал Ворон они избрал, он выпустил А что он ворон будет возвращаться? Нигде плавают трупы животных, падали Он сел и клюет А голубь возвращается домой Есть почтовые голуби Нет почтовых куриц, воробьев, нету А это за тысячи километров прилетает Рекорд поставили Голубку продали в Японию, из Москвы Она в Москву вернулась сама Как она питалась, где пила, где она сохранилась Сколько ястребов И она долетела А вот здесь соревнования, когда идут Ну, тысячу, триста, тысячу, пятьсот километров Это для голубя не вопрос И притом у человека рядом Специально показано, как у немцев Первую мировую ездили такие большие фургоны В два этажа, там голуби В любом месте Срочно нужно сообщить вставку А вставка там, где голуби выращиваются Ему привязывают к ноге записку И он сразу же летит туда, куда надо Вот почему Я держу голубей всю жизнь Вот если, это к делу не относится Но каркает ворона, надоест Ну, голубь воркует, никогда не надоест Да, это так А по вопросу, так Бог сотворил Это Божье качество Крачка, да, вот тоже интересно Такая небольшая птица И она на южном полюсе живет Почти на самом полюсе И летит через весь земной шар На северной, опять же на льды Выведет детей, там где-то конец тундры А домой опять летит туда Зачем летит, когда Ну, ласточка летит там, где мошкара И скворцы летят, летят в Африку А это с одного конца на другой И каждый год Это Бог делает так А буревестник, он распрострел крылья И летает во время бури особенно И не садится Стрижи полетают Вечером темняет, когда уже Они поднимаются вверх и ночуют в воздухе Потоки Да, они и крыльями машут Да практически не машут Это серпокрил на украинском Серпокрил и стрижи Ну ладно, по делу дальше Второй вопрос И все сказанные им слова А, и все сказанные им слова Как понять вот это выражение? Ну, которые говорил он Слух в уши Это все исполнилось И напомнит Сказанные, не записанные А сказанные часто теряются из памяти Дух Святой придет и напомнит вам Дальше Вы в темноте И ваш путь наклонный склыский Это какое место? Вы в темноте И ваш путь наклонный склыский Вот я не это самое Где, где? Назовите место Книга, Библия, Галактика Ага Вот это я не отметил Ну ничего нет Отвечать нет Да Мне нужно место писания Ну тогда Видите Там предыдущее или последующее Разъясняет И перед этим надо внимательно считать И уже делается все понятно Поэтому каждый раз записывайте Какое место писания И старайтесь вникать в них Ну да Следующий тогда Я обвиняю вас Мошенники с кадылом Как вот это понять? Мошенники какие? С кадылом Мошенники с кадылом Это о священниках Я обвиняю вас в мошеннике с кадылом С кадылом? Ну о священниках Да Диакон бывает с кадылом Это слово Божье их обвиняет Не человек В конце-то говорится Что это слово Божье им так говорит Понятно Ну вот Следующий тогда вопрос Довольно такой интересный Для чего Нас создал Бог? Для славы своей Эти ответы уже давно даны Для славы Человек как дивно устроен Вот представьте Я отвечаю вам сейчас И издают звуки Гортань Язык Глаза Все И я ничего не переключаю Выключателя никакого у меня нету Как пищу поели Сейчас спать ложимся Ничего не думаем А она все идет И волоса Волосами делается И слезами И всем 10 электронных клеток мозга Я раньше считал Выполняет ту же самую работу Раньше были электронные лампы Которые выполняют Здание четырехэтажное Полностью насыщенное Этим электролампами Мы никогда не сможем до конца Все удивление Высказать перед Богом Мы не знаем этого Вот почка Две почки Ваше человек потеряет почку Одна почка берет на себя все функции Человек живет нормально И везде все это замена Нервов в человеке Столько Ну сколько Хватило бы опутать земной шар В одном человеке столько Да даже это невероятно Как это так 320 миллиардов клеток в человеке Кто их считал Как Ну так принято Проверить никак нельзя Вот Человек-то начинается Какое Одно семечко-то Мужское Там смотреть не на что А там уже даже бабушкин характер Походка отцовская бывает Там наклонность К музыке К математике Даже роговица глаз Перенимается от этого Как это может Ну в одном Хромосомы-то там Какие Чудо Божье Я дивно устроен Как Давид говорит Я дивно устроен Об этом и Соломон говорит Человек говорит Рождается как Молоко вылитое И густеет как творог Вот и все Быстро задавайте Время идет Для чего создал Бог Женщину Чтобы человек Не был один Не был У Бога план был Уже знал Что Господь Что люди согрешат Для продолжения рода В первом поколении Не удалось Следующая надежда Следующая выполнена И наконец Через сколько поколений Прошло 5508 лет И рождается Обитованный Мессия Христос А без женщины Как бы это было Вот Иоанн Затаус Говорит так Дьявол погубил Человека Чем Дева Древо И смерть Дева Ева Когда она согрешила То она мужа-то не знала Древо Познание добра и зла И смерть Адама В Адаме все умирают Христос Вырвал этот трезубец И ударил дьявол Дева Древо И смерть Дева Богородица Древо Крест Животворящий И смерть Христа Я бы никогда Не додумался Это Ян Затаус Говорит Загарпунил Его Господь Все Интересно Интересно Видите Следующий Что несет Коран Что несет Библия Ну Коран Пускай Отвечают Мусульмане У меня Правило Такое Я Корану Посвятил Целую книгу Весь Коран Разбираю По сурам Аятам В сравнении С Библией Это 18 Том Открытым Оком Все Что говорили О них За 1300 Лет Политические Деятели Папы Там Патриархи У меня Все Собрано В книгу Это Огромный Труд Я могу Сказать Сколько Букв В нем Сколько Раз Упоминается У нас Авраам А у них Ибрагим У нас Соломон А у них Сулейман У нас Иисус А у них Иса Согласно Написанному В Библии Нет другого имени Под небом Данного Человеком Которому Жало бы Нам Спастись Самая Чудовищная Ошибка В Коране То что Иисус Не умирал То есть Мы все Во грехах Я говорю Вы на 630 лет Пришли позже И учите Как нас веровать За что же Апостолы умирали Ну Кому вы верите Которые со Христом Не были Я вашу книгу Не опровергаю Живите по ней Идите Куда вам Предназначено А мы живем По своей Верующий В Сына Божия Имеет жизнь Вечно В Сына Божия Ни в кого-то другого Не верующий Не увидит жизни Гнев Божий Пребывает на нем Евангелие Иоанна 3 глава 36 стих В первом послании Мы считаем Кто не исповедует Евангелие Это Евангелиста Иоанна Не исповедует Христа Пришедшего Во плоти Пришедшего То есть Он был где-то И пришел Это дух Антихриста И поэтому Учить Против того Что Христос Жил Умер Страдал За грехи То только Антихрист Может Это как Небо И земля Меня Бог Послал Не разбирать Разные книги А веровать Евангелие У меня много Бесед с мусульманами Сейчас здесь Щат рулетки Я выставляю их Мы в доме Мулы Ночевали В Баку Там беседа была И все заснято Ролик стоит Дальше Почему одеваются Так женщины И почему одеваются Так мужчины Ну это два вопроса В один Ну а как Одеваются Что Мужчина одевается Так как Положено А женщина Пытается Не спровергнуть Владычество Мужчины Ну и все остальное Делает Волосы стрижет Штаны носит Бесстыдно Оголяет груди Почему так Вот у нас В общем Этого даже Немыслимо Все одеты Как вот Два платка Как хиджаб Все Православные У нас Когда в храме Стоят А люди спрашивают Из какого Монастыря приехали У нас Маленькие девочки Даже грудная Два платка Не как у Сарообрядцев Если не замужняя Пол головы открыта Смотри Как бы мимо не прошел Она замуж хочет Она криком кричит Замуж Забери меня У нас этого нету Маленькая девочка Ни одна волосинка Чтобы не было видно Даже пока Грудь сосет Что такое Десятина Десятого часа Заработанного Из 100 рублей Десятка Богу принадлежит Это его Мы его не заработали Он приложил ее И говорит Отдай А на самом деле Богу принадлежит Все Земля Воздух Наши руки Желание трудиться Семена Все его Но они требуют Все Только десятую часть И отнесите В дом Божий Испытайте меня Говорит Господь Хотя бы в этом Не открою Или для вас Источники неба Я свидетельствую Что откроет А ты плати Не одно А как Тавид Книга Тавид 1 глава 8 стих Он всегда платил Три десятина Одну священникам Одну кому нужно было Третья Жертва храма Следующий вопрос Можно Ну давайте Давайте Все Как узнать Нуждающегося Ну а как Нуждающегося Надо иметь Общение Где-то Вот у нас Допустим Допустим Вот она Ей было 41 год И она умерла Четверо детей Осталось А муж Глухонемой На ногах Не стоит И мы тут Стараемся Помогать Вот я в скайпе Могу скинуть Их объявление Можете Другим дать Кто желает Перечислит Они сейчас Подрастают Уже Уже большие Дети То уже Даже 18 лет На родному А остальные Там меньше Как Вот вы Справедливо Я вам Сразу скину Да Ну потому что У нас Вот многие Вот есть В переходах Стоят Там Возле церкви Вот стоят И просят Мы никогда Не помогаем Надо узнать Сначала А узнать Епископ должен Узнавать И дать ему Мирную грамоту Написано будет У него нет Пенсии Он бомж У всех Пенсия есть Им подавать Не надо Они пропивают Ну да Я когда Понес Десятину Церковь Ну и Этой женщине Я говорю Что вот У меня Такая сумма Большая Она Увидела Говорит Ну и Мол Подождите Я тут Десять минут Осталось До конца Службы Потом батюшки Отдадите В руки Я подошел Так он на меня Как От чумного Отпрянул Говорит Какая Что за десятина Я говорю Ну как Это Десятина Я вот вам Принес А она Сзади Стоит Как охранник За мной Чтоб я Никуда не удрал Или не знаю Чего Но Он Говорит Нет Мол Положите Вот здесь Я говорю Нет Слышал это Вот почему Потому что Десятина Ну что там С пенсионера А у него там Свечи Отпевания Сорокову Сто раз Он сто раз Больше получает А если Десятину Получает То в торговле Не должно быть Им нельзя давать Потому что Они торгуют У них Бизнес свой Церковный Ну как же быть Ну вот и все Никак Ну найти Вот я вам Сброшу сейчас Адрес И вы скинете Ну я понял Ну как там Я не знаю Как оно получится Там перевести Ну можно попробовать Именно на эту семью Да конечно Там как же Фамилия А они в семье попадет А кто там За этим делом Смотрит А потом Тратить будет Так как решит Священник И два советника У нас это очень строго Внимательно На месте Вот сейчас Нужно было Что-то купить детям Так из общей По согласию Тогда купили До копейки Все учитывается Я понял Я понял Да Вот еще Вот еще такой Интересный вопрос Ну мы как-то Его вроде бы Поднимали Здесь Великая тайна Создания Человека Да Вот Даже Не только что Человека А и цветка Какого-то Из маленького Там Микрозернышка Вырастает Такое растение Там Кукуруза Там Или пшеница Или там Лен Или еще что-то Даже Крапивата Все Премудро садел 103 Псалом Считаем Вечером На богослужение Все Премудро садел Дохвалят Его И плодовитые Деревья И птицы И звери И все Все перечисляется Все Дохвалит Дохвалит Он достоин Потому что Сотворил все Для славы своей Вот так вот Ну я знаю Так Я вас Не это Само Не обременяю Там А что Обременяю Сейчас Закончим Я займусь Своими делами Еще вопросы Есть Да вроде Как бы так И нет Вопросов Ну все Давайте Прощаться Давайте С Богом Отключайте Слава Иисусу Христу Так Оп Слава Иисусу Продолжение следует...